Арбузы еды неаккуратно выложены на подставку около машины, а в кузове фрукты лежат в перемешку с картофелем и грязными коробками. И всё это продавцы даже не думают скрывать от покупателей, которых, видимо, подобная антисанитария не смущает. Нелегальная продажа развернулась около дома номер 25 на Новгородской. Ни документов, ни разрешения на размещение торговой точки у продавцов нет. Нелегалов обнаружили в ходе совместного рида сотрудников полиции и администрации города. На данный момент была обнаружена данная торговая точка без документов. Проверили соответствующие документы на продукцию, они отсутствуют. Также предпринимательская деятельность данным объектом торговая точка не осуществляется. Соответственно, данная продукция будет на данный момент изъята на хранение. После выяснения, откуда она появилась, кто ее производитель и какая компания ее доставила в город Вологда. Пока протокол составили на продавца, ей грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Подобные совместные рейды МВД и администрации по местам несанкционированной торговли проводятся еженедельно. Напомним, в городе системно ведется работа с нелегальной нестационарной торговлей. Незаконные торговые точки демонтируют. В городе разработана новая схема размещения таких объектов. В общей сложности на ней порядка 500 точек, но их число может меняться в зависимости от предпринимательской активности. По новым правилам предприниматели обязаны приводить и внешний вид уличных павильонов в соответствии с единым архитектурным стилем. Первые такие торговые объекты уже появились в областной столице – на улице Карла Маркса, Ленинградской, Ярославской и других.